Нам про Либита же рассказали, что там оказывается вероятность угадывания 60%. Значит, история... То есть, если 50 на 50, то 60, то это не показатель. Нет, история такая, что у самого Либита, опыта, когда он проводил, там практически 100%. Но у него было одно действие. То есть, он сажает женщину, мужчину, значит, подключает электроды к голове. У него бежит астрограмма, часики отсчитывает, быстро-быстро-быстро отсчитывает часики. И он говорит, когда... И датчик на руку. И когда вот захочется, дергай рукой. И как захочется, запоминаешь быстро цифру и дергаешь рукой. И вот у него получалось так, что... Нужно будет рисовать. А что захочет, извините? Вот захочется, значит, и захочется. Захочется дергать рукой. Да, или дергал рукой. Значит так, значит, вот есть действие. Более поздние опыты, это Хейс, который 60%. Там кнопки были, компьютерные, в принципе, наживались кнопки, на компьютере, на клавиатуре. А у Либита было заодно запястье, датчик. Значит, и на голову электроды и приборчик, да? И вот этот приборчик показывает, что потенциал готовности, так называемый, потенциал готовности выполнить некое действие, какое-то возбуждение там прошло, да? То есть, если он просто замеряет, когда рука дергается, что есть некий потенциал готовности, чтобы это действие совершилось, да? То есть, он начинается, поднимается и вот так вот где-то. То есть, на момент выполнения действия достигает максимума. Вот. А цифру, которую запоминает человек, испытуемый, фиксируется где-то здесь. Какое цифру запоминает? Там бегут цифры, то есть, циферблаты часов. И вот в тот момент, когда он захотел дернуть руку, вот, он запоминает, куда показывала стрелка. Вот. То есть, это вот осознание. Так я сразу хочу сказать, что эксперимент грязный. Очень... Ну, судите сами. Вот меня спрашивают, а когда я захочу, было, дернуть рукой? Я сижу. Вот я хочу дернуть рукой, может, не хочу. Да, 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 да. А вроде бы, вот сейчас уже больше хочу. Да, 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 да. И вот я захотел. И тут я запоминаю цифру семь и дернула рукой. Да, вот запомнил. Семь. Цифру семь и дернул рукой. Дернул рукой. Вот, дернул рукой. Так что у меня получается? Что вот этот самый потенциал готовности, когда я то ли хочу, то ли не хочу, он бессловно нарастает. По этой простой причине, что я как живое существо буду совершать какие-то действия. Да дело в том, что если бы... Никогда это... Нет, нет, нет. Если бы потенциал готовности отстоял на, там, 10 минут, когда я буду сидеть, хочу, не хочу, но он четко, вот здесь вот 350 миллисекунд, и здесь еще где-то 200-250 миллисекунд. Во втором опыте, 7 минут, секунд и одна. Вот, нет, надо тогда это... Вот, то есть это, это... Стоп, 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 я еще объясню. Значит, если вот эти 350... Когда, если я сижу, хочу, не хочу, а потенциал готовности где-то давно, далеко, тогда да, нечистый. Но он всегда через этот промежуток. А понятно как. Вот я, например, лежу, сплю, могу спать на двух, на левом и на правом боку. Лежу на левом боку, у меня нога затекла. Я превращаюсь на правом. Да, так, так, стоп. И вот то на левом, то на правом. Потом 350 будет миллисекунд, или там, секунд. А в другой будет 5 минут. И на этом основании говорить, что у меня нет свободы воли. Нет, 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 нет. Игорь, давайте так. Во-первых, условимся, что этот опыт, ему уже почти 50 лет, меньше, там, 40. И все тонкости технически обсуждались очень много раз. И практически никто не опроверг... Проводилось много раз эти опыты, подтверждались. То есть, и как бы обсуждать, что это вот, это надувательство или еще что-то. Да не надувательство, просто речь идет с экспериментом, он говорит, ладно, что они меряют. Они, например, меряют ситуацию, когда у меня затекла нога. Нет. У меня, Игорь. Я сижу, не двигаю ногой 2-2 минуты, я не захочется дергать, он захочется. И вот человек сидит и думает. Вот, например, тут же есть такой эксперимент. Берешь пиплокастероскопию? А у человека рак. Ах, свободы и боли, да нет. Я знаю, что через год или через два у меня заболит желудок. Игорь, нет, это все... Давай так. Значит, есть... Во-первых, как мы в прошлый раз тоже говорили, отсекаем, в этом эксперименте отсекается вся возможность внешнего воздействия. Здесь нет ситуации, когда вот есть некое внешнее воздействие, я принимаю решение на него. Здесь человек четко принимает решение сам. Я вот сейчас нажму кнопку, он сидит, ждет, 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 нажал. Или рукой дернул. А есть такая вещь, что потенциал готовности в сутки длится? Нет, нет, конечно, нет. В опытах либета чисто вот, значит, так... Не заметьте, вы когда говорите, а нажмете, когда хотите, на самом деле нажмете в течение, допустим, пяти минут, там... Да, да, да. Так получается, что это не... Да, нет, потенциал готовности всегда в опытах либета за три вторых секунды до действия. Ну, представьте себе, человек сидит сутки, он уже устал, у него потенциал готовности упал. Да нет, ну, я не... Допустим, допустим. Да, стоп, 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 стоп. Давайте поговорим. Потенциал готовности – это событие за две трети до действия. Он всегда за две трети секунды до действия. Ну, ты просто показываешь, что человеку надо до самого действия. То есть он сначала принимает решение, а потом действует. И между ним вот есть и да. Ну, надежка, что он называл, надежка прошла. Ну, так вот, что, как она доказывает, а проверегает свободу воли? Не проверегает? Вот на самом деле. Так, да, да, так. Сейчас я буду делать такое. А курящему человеку надо перед любой отходом взять это покурить. Вот он взял, покурил. Да, давайте... Сигарета горит в 350 миллисекунды. Игорь, значит, во-первых, давайте забудем про свободу воли. Я это слово еще не произносил. То есть что интерпретирует, что показывает и как интерпретировать этот эксперимент, это вопрос, это проблема. Сначала нужно ее поставить, потом разрешить. То есть, скажем, я тоже считаю, что он касается проблемы свободы воли, но совершенно... То есть есть много решений в литературе, за это время накопилось много решений, которые не исключают свободы воли. То есть опыт Либета не противоречит свободе воли. Поэтому это пока не обсуждаем. Мы обсуждаем то, что действительно под самоготовности, который однозначно предшествует действию... То есть мы скажем так, вот есть некое действие, некое действие, оно в нейронных сетях не может совпадать с началом подготовки этого действия. Вот любое наше действие, любое наше действие, сначала что-то происходит в нейронных сетях, а потом действие. Нет, ну это автомобиль зажигания, сначала что-то происходит... Вот есть некое событие, любое действие протяженное. Александр, а можно вопрос? Вы назовите тему, к чему вы это говорите? Вот тема опыта Либета. Я это назвал, вначале мы назвали тема. Вот есть некий порог готовности и действия. Это всегда есть. Порог готовности и действия. И между ними две трети секунды по опытам Либета. По опытам, все-таки я забыл фамилию, Хейнса. Джон Хейнс. Он фиксирован за семь секунд. Мы потом по отдельности еще поговорим по тому опыту. И стояла простая задача. А как соотносится вот этот отрезок времени с осознанием, моментом осознания, когда я принимаю решение. То есть Либет хотел просто посмотреть, а за сколько секунд есть в сознании что-то происходит, чтобы потом совершить это действие. Стал замерять, без всякой задней мысли. Человек говорит, вот в этот момент. И вот это попадало вот в эту точку. Осознание принятия решения попадало внутрь этого отрезка. По многим-многим экспериментам и статистической обработке этих экспериментов. Это достоверный результат. И поэтому говорить, что когда я там сидел, не сидел, этого не касается. А вам странно, что осознание у вас точка? Это тоже точка. Это точка начала. Это точка действия. А это процесс книрова. А это пик, что это такое? Правоногу. Я держу ее в 5 минут непротивиженном состоянии. 5 минут, ровно 5. Она потом у меня затекла, и я это дело осознал. Затекла. Игорь, это физиологические и прочие внешние воздействия исключены. Значит, на него ничего не действовало, на человека, который сидит. Это не происходило часами, это происходило в течение нескольких минут. Почему? Я понимаю, что Игорь имеет в виду, что человеку дали задание, и у него там что-то должно. Нет, нет, нет. К этому вернемся. Мы сейчас обсуждаем чистый опыт. То есть вот это вот, это будет так нейронное... То есть есть некие потенциалы, с головы берут, да? Вот это датчик потенциалов. А это, почему? То есть мы не знаем, что в сознании происходит. Мы сейчас не обсуждаем, что сознание действительно, это тоже процессуально. Оно может быть вот так вот. По времени, да? А вот эта точка, это точка, когда человек осознал. Это не его внутреннее. Может быть, потенциал, который вы рисуете, это и есть потенциал сознания? Может быть, да. Мы не занимаемся интерпретацией. Происходит не сразу, не в точке. Вот, 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 вот. То есть получается что? Что? Начало действия осознается позже. То есть осознание действия получается позже, чем оно началось. Но это еще надо понять, что вы имеете под сознанием. Нет, да, 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 нет, была. Давайте, подождите, подождите, давайте я просто вам скажу, есть сознание, есть самосознание. Да, да, да. Самосознание – это отдавание себе отчета. Мы о чем здесь говорим? Отдавание себе отчета? Мы сейчас не теоретизируем вообще. Потому что мы сейчас говорим, о, а человек запомнил цифру. Участвует в этом самосознание, сознание. Вот я запомнил цифру, но чтобы мне это пальцем пошевельнуть, чтобы датчик там сработал, что я осознал, это в общем. В любом случае огромное время пройдет. По меркам, как бы, вот этих всех нейронных. По меркам, как бы, командное время. Вот, ну ладно. Как можно измерить мгновенно, что вот я уже единица, это возникло у меня, допустим. Вот я вот, если единица, то я нажимаю. Вот единица возникла? Да нет. Когда, как меряется в момент осознания? Вот давайте вот этот вопрос зададим. Значит, я бы сказал, что в опытах Левитов бежали по кругу засечки. Вот, и человек, он сидит, смотрит на эти засечки. Вот, и в какой-то засечке, то есть он знает, что ему нужно вот поднять руку, да, сделать. И в какой-то засечке он, понимаете, это было на пятой засечке. Вот на пятой засечке я дернул рукой. То есть при этом ему стоит задача, чтобы он, я не захотел, а еще не поднимаю, поднимаю. А вот это вот мгновенно. Задача стоит мгновенно поднять, дернуть рукой и запомнить, в какой засечке это произошло. Здесь... А по-вашему осознательному можно мгновенно что-то сделать? Да, Булат. Нет, сначала подготовливаешься к... Конечно, конечно, Булат. 0,350 миллисекунд, это как раз в том мгновении задержки, которые я осознав, как бы... Да, да, да. Все, что вы говорите, все правильно, все было бы нормально, если бы эта точка, вот эта, была вот здесь. Почему? А дело в том, что вы говорите вот в этом расстоянии, что оно мгновенно. Ну... А речь-то идет об этом расстоянии, что до того, пока вы еще не решили... Почему я не решил-то? Да пока вы не измерили, что я решил. Пока я решил... Потом походит некоторое время, я наконец запомнил эту цифру. Потом походит еще некоторое время. Потом я нажал с... Вот они замечали. Да, но дело в том, что... В чем здесь проблема? На то, на все нужно время. Действительно, в порядке его там доли секунды, действительно, 350 месяцев. Если... Давайте минут 10-15 дадим высказаться автору, а так мы перебиваем и не с места идем. Нет, ну здесь вы существенны, потому что мы не можем дальше пройти, если у нас нет понимания самой сути. Если мы... Все это... Если у нас здесь вот стоит 7 секунд и 1 секунда, то тогда все разговоры о том, что это нужно долго... Значит, что было у нас в опыте Хайнца? Ничего в этом стоит. Значит, он действительно есть некие подозрения, у меня тоже возникли подозрения по поводу этого цифербрата. Потому что есть опыты по инерции и репрезентации, которые я вам рассказывал, что человек... Проводили эксперимент, когда крутится какая-то фигура, да, и врубают картинку. У него спрашивают, в каком положении была фигура. И он всегда запоминает следующее положение. То есть было такое... У меня было такое подозрение, что действительно, может быть, человек находится вот в этом моменте, а запоминает этот момент. То есть, как вот здесь есть. Но во втором опыте уже стояли не циферблат, а бегали буквы. Бегали буквы. Вот, и человек запоминал букву. Ну, по вашему запись, букву это какой-то нейрон какой-то там, да, где-то на... Он запомнил. Невновенно совершается. Невновенно. Невновенно. Ну, правильно. Причем, это запись сознательная ведь запись. Если бы это просто запись... Да не запись. Здесь никакой записи нет. Ну, подождите. Ну, что такое? Вот я увидел букву, как бы, да, и мне она среагирует. Я ее записал. Что? Эта буква есть буква моей реакции. Нет, мы запомнили. Мы просто запомнили. Ну, что ты запомнили? Я связал один нейрон, который отвечает за эту букву, скажем, с другим нейроном, что я ответил на задание, которое передо мной стоит. То есть я на самом деле совершил многообразные действия сразу. Почему как бы здесь какая-то проблема возникает? То есть на самом деле надо разложить сначала... Когда речь идет о 7 секундах, то, что... Значит, как проводились опыты, вот недавно, которые были с 7 секундами. Человек сидит за клавиатурой компьютера. Ему говорят, вот нажимаете либо на эту клавишу, либо на эту. Вот. И в 60% случаев, что явно превышает статистическую погрешность, вот за 7 секунд испытатель, экспериментатор указывал, какая из клавиш будет нажата. За 7 секунд. То есть активность. То есть там измерялось уже МРТ было. Вот. То есть активность. БОСК более подробные картинки там измерялись. И сначала они провели большое экспериментальное наблюдение, какое движение, какой руки нажатия будет соответствовать. Такой паттерн измерения МРТ или такой паттерн. То есть они вот научились измерять, какая рука будет. И по этому паттерну, который возникал за 7 секунд до того, как человек принимал решение нажать на клавишу, он уже складывался. Они могли, ну вероятно, 60%. Смотрите, и как я объясняю, тогда вот есть две руки. На самом деле первое действие состоит в том, чтобы выбрать руку. Да? И понять на самом деле, если я хочу нажать этой рукой, то есть я в курт. 7 секунд. 7 секунд, я говорю. Вот тут проблема, почему бы увеличилась в времени? Потому что есть понятие такое, как выбор руки. Потому что выбор руки, это это... Вот на самом деле до сих пор люди путаются, где право, где лево. И я на самом деле сам иногда, когда говорю налево или направо, я думаю, так, налево это какой рукой? Так это в эту... То есть у людей может возникнуть большая задержка. Блад, стоп. Быстро одной из своих рук, стоп, стоп, иди по столу. Ну, допустим, стоп, да. Где 7 секунд, извините, Була? Потому что говорите, это... Опять еще нет, нужно опять разбираться. Вот, например, я могу гораздо более эффектные вещи делать. Вот, например, если человеку надо сделать... Подать анкету, в которой он должен был отметить, кто он, мужчина или женщина, то я могу угадать даже, что он напишет даже за год. Игорь, Игорь, Игорь. Игорь, Игорь, Игорь. Вопрос состоит в том, откуда возникает большая задержка. Я утверждаю, на самом деле, ну, есть такой вариант, что задержка, во многом возникает, что люди по-разному на самом деле оперируют свои месяцы. Значит, я немножко... То есть я уже говорю, что давайте не интерпретировать это все философски. Дело в том, что... Вот сомнев... Давайте условимся для того, чтобы... Что это, это опыт. Действительно, вот так, как он охарактеризован, так он и проходит. И действительно, осознание, осознание принятия решения, осознание происходит позже, чем начало подготовки этого решения. Это принято сейчас в науке, не опровергается. Все опыты это подтверждают. Вопрос в интерпретации только. Вопрос только в интерпретации. Вопрос в том, что на самом деле, чтобы интерпретация была нормальная, сначала надо первичный опыт разобрать. Потому что когда вы говорите о осознании, я не очень понимаю, что вы имеете в виду. Потому что это не два вида осознания. Булат, опять же, это уже интерпретация. Нет, это не интерпретация. Есть момент. Вот скажем, я вот... Подпадал Э, буква Э. Я увидел букву Э. Все. Зачем нам сейчас рассуждать? Это было сознание, осознание. Я знал, что... Вы-то увидели, а как вы мне подали знак, чтобы ее увидеть? Не нужно подавать, я просто запомнил ее, и все. Зачем подавать знак? Знак не нужен, просто запомнил. В момент, когда я нажимаю кнопку, на экране была буква Э. Все. В момент нажатия кнопки... Не в момент нажатия. В момент, когда я решил нажать кнопку, на экране была буква Э. Все. Это событие. Я запомнил. Была буква Э. Вам кажется, что не случайные события? То есть вот вам кажется... Сказано как случайные. Ну вот человек подготовился, хочет что-то сделать. Это уже интерпретация. Нет, я понимаю. Это уже интерпретация. Случайно, не случайно. Еще раз говорю, мы пока разбираемся с этим. Интерпретация, интерпретация, потом будем разбираться. Что к опыту относится, что к интерпретации. Я вообще просто говорю, вот человек сидит, он подготовился, у него есть только два варианта. Либо одной рукой дернут, либо другой рукой дернут. И вы хотите сказать, что, например, на букву «Э» он дернул руку, это случайность? Нет, конечно. Ну почему он захотел, дернул? Да нет, что значит захотел? Захотел это тоже все потом, на самом деле. В принципе, я имею ввиду, что у человека... Нет, это не партол. Это, Булат, это условие эксперимента. Захотел – нажал. Условие эксперимента. Сидит человек, у Либита просто дернул рукой, у Хайнса нажал одну из кнопок. Нет, смотри. Захотел – это просто вы живете в пространстве, вдруг что-то захотели. Вот это называется захотел. Да. А когда-то вас поставили либо одну, либо другую... Булат, это уже интерпретация. Но я пускаю это интерпретация. Я просто пытаюсь... Нет, я говорю, что к этому мы вернемся. Нет, давайте так, закроем техническую сторону, а дальше пойдем к интерпретации. Там действительно то, что вы говорите, правильно говорите. Я тоже так считаю. Но вы пытаетесь... Я еще раз говорю, что мне на самом деле развлечений, как вы считаете, у самого опыта интерпретации непонятно. Для меня, что интерпретация, что сам опыт – это вообще-то одна единая. Ну как же, это разные совершенно вещи. Ну как разные? Это вам кажется, что опыт ненагружен. А мне кажется, что здесь фактически это антологические какие-то представления. Представления о том, как устроен мозг, что такое сознание. Они вложены в опыт. Понимаете? Опыт не вложен. Как не вложено? Вот вы написали «сознание». Я не знаю, например, что они имеют в виду по сознанию. Не «сознание», а «сознание». То есть сознательное, то есть то, что отразилось в сознании. Вот я, например... А что отразилось в сознании? А вот я знаю, что сейчас я щетную языку. Я щетную языку. Вот это у меня отразилось в сознании, я могу зафиксировать время. Все. А какие процессы там были? Это уже другой вопрос. Я не понимаю, в чем. Вот есть события. События фиксации чего-то в вашем сознании. Вот я бросил фломастер. Вы зафиксировали в своем сознании. Я бросил фломастер. И точно зафиксировали это время. Все. Это событие, которое произошло, вы зафиксировали в вашем сознании. Все. В чем еще здесь? Какие еще вопросы могут быть? Другое дело. Дальше интерпретация. А как и что? Это другое дело. Но сам факт события, наличие события в сознании, оно фиксируется. И оно однозначно фиксируется. Я понимаю. А события в сознании это тоже какой-то потенциал готовности? Само сознание это что? Это мы не меряем. Мы не знаем. Мы не меряем. Вы не меряете и не знаете. Может быть, это все будет. Это нет. Булат. Опять же. А вы что? Ваш ответ такой, что вы зафиксировали, что фломастер упал. А вы спрашиваете. Но ведь на то, чтобы бросить фломастер, вам тоже нужно было чего-то. Нет. У меня не такой ответ. Вот, допустим, катится шарик. А вы говорите, а комар же летит. Я говорю, почему здесь комар? Я про шарик говорю. Нет. Комар же летит. Потому что сознание здесь для того, чтобы оно было в едином ряду, оно тоже должно быть фиксировано. Оно не в едином ряду. Оно должно быть зафиксировано. Опыт должен, чтобы быть последовательным, должен выложить все в один контекст. Нет. Нейроны зафиксировали, что такое сознание? Что такое момент осознания? Нейроны. Влад. Опыт в этом и заключается. Что у нас есть три события. Одно нейронное. Одно на одном уровне. Да. Ну без разницы. Шарик колется, а другой на комар, комар летит. Нет, Влад. Дальше уже интерпретация. Влад, у нас есть… Про интерпретацию я еще раз сказал. Разница между интерпретацией и самим опытом… Влад, подождите. Не так четко, как вам кажется. Давайте… Не четко. И как кажется. Мне никак. Я знаю, что экспериментально зафиксировано три события. Три события. Одно событие зафиксировано приборами под станом готовности нейронной. Второе событие зафиксировано прибором дербанья руки. Третье событие. Испытуемый зафиксировал, когда ему захотелось дернуть. Все. Три события. То, что они разные… То есть я могу зафиксировать падение… Одно событие – падение фломастерка. Другое событие вы услышали, когда… Третье событие – вякнула машина. Вот. То, что они разные… Конечно, разные. Никто не говорит, что они одинаковые. Но есть три события, которые зафиксированы. И зафиксированы во времени вот так, как нарисовано на этом чертеже, на этом графике. Три события. И эти три… Три события, которые однозначно фиксируются во времени. И вот они укладываются вот в такую последовательность. Игорь, скажите свое слово. Я просто что хочу сказать. Ну, действительно тянет покопаться в технической стороне дела. Но раз это было уже много раз… Ну, это 30-40 лет. Да. Обсуждено, то, наверное, там технически все постарались сделать. Я что хочу сказать. Значит, какова стандартная интерпретация вот этих данных? Есть несколько интерпретаций. А, давайте это закроем и вернемся к интерпретациям. Ну да. Вот. А, кстати, по поводу… Опять же, так вот скажем, не совсем интерпретация, но очень такое резонное замечание. Допустим, допустим, что у нас вот эта точка находится вот здесь. Ну, как бы нам… Почему спор возник? Почему вообще спор возникает? Потому что почему-то всем хочется, чтобы она была там. Ну да. А потом начался процесс… Да, да. Ну, тогда получалось… Что бы делало наше сознание? Сначала я принимаю решение нажать кнопку. Потом я жду 7 секунд и потом нажимаю. То есть наше сознание, оно всегда логично и предельно самосогласовано. И вполне естественно, что в сознании действия и принятие решения должны совпадать практически. Приближены быть. Чтобы у нас не было… Чтобы у нас вот эта вот задержка была минимальной. То есть это просто… Вот если забыть, вот если не знать вот это, да, то мы должны сказать… Как должны соотноситься в сознании два события. Принятие решения и само действие. Максимально близко к сознанию. У нас нет никаких задержек. То есть я захотел поднять руку, я поднял. А не то, что я захотел руку, я поднял, а потом… Жду, 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 а потом она поднимается. Она происходит сразу же. Поэтому вот… Значит, есть такие интерпретации. Значит, сам Либет… Именно… То есть пишет так, что если бы Либет был прожженным материалистом, и с точки зрения прожженного материализма, то здесь вообще не проблема. Потому что сознание – это феномен. Вот. Оно нам фиксирует результат. То есть там все внутри было решено. То есть вот на уровне вот этих двух событий мозг работает в темноте своей, как у Чалмерса, да. А сознание нам просто действительно подкладывает как можно поближе. Оно ничего не влияет. Оно вообще как бы… Вообще его дело десятое. Это феномен. И в материализме проблемы здесь вообще нет никакой. То есть вот это не событие в материализме. Вот это некий феномен. Либет сам двухаспектную теорию. Значит, передерживается двухаспектной теории. Значит, у него должно быть вот на уровне нейронов некие события и еще какие-то значимые события на уровне сознания, которые должны влиять каким-то образом все-таки на нейронные события. И у него действительно проблема. Есть, значит, психологи. Целую книжку написал Вегнер «Иллюзия сознательной воли» по впечатлениям этих опытов. Он приводил огромное количество примеров, когда наше сознание нас обманывает, запаздывает. И что вообще не требует… Что есть некий автоматизм нашей фиксации в сознании, наших действий. Есть иллюзия принятия решения. То есть огромное количество приводил примеров. И все это сводилось к тому, что действительно сознание – это феномен. нет никакой свободы воли. Мозг в себе работает, работает. А нам предлагается лишь согласованная картинка. То есть для чего нам нужно сознание и для чего нужна свобода воли? Это значит, что я должен все-таки как-то понимать, что это я сделал. Что это мое решение. Что я в ответственность. Но когда-то свобода воли – это как бы экспериментальная вещь. То есть мы феноменологически понимаем, что она у нас есть. Другое дело, что если мы не можем теоретически ее обосновать, то проблема уже теории. Нет, была. Я описываю, как люди описывают. Я понимаю. Идея такая, что если бы нам сознание не подсовывало нашу свободу в этом решении, то возникли бы очень большой дискомфорт в существовании и взаимодействии. То есть я должен как бы… По материализму должно быть так, что вот все происходит автоматом, и рука дернулась автоматом каким-то там законом, а мне только как бы… Это твое решение. Если ты кого-то ударил ножом в это время – это твое решение. Хотя и не твое. То есть ты должен отвечать… То есть сознание из тебя делает субъектом этих актов. Хотя ты сам ими не управляешь. Это вот такой концерт. Деннид, в принципе, с этим был согласен, но он все-таки говорил, что это вот только на уровне движения рук. А на другом уровне, когда мы мыслим, когда там решаем духовные какие-то проблемы, там по-другому. То есть он частично соглашался в том, что здесь все в порядке, никаких проблем, но есть проблемы повыше. Нет проблем в каком смысле? Все-таки мы автоматы. Да, в материализме мы автоматы. То есть если трудная проблема Чарльза решается в сторону материализма, то значит в темную все абсолютно в нашем ящике там работает. Абсолютно. То есть все решается без нас. То есть можно вообразить себе философского зомби, у которого все там точно так же, но у него нет сознания, то есть у него не отображается. А нам все в темную там решается, но плюс еще и рисует картинку. Рисует нам картинку, которая самосогласованная. И для того, чтобы она была самосогласованной, нам действительно в эту картинку вставляют такой объект как принятие решения. Вот. Хотя его как бы и нет у нас. То есть как и многие иллюзии. У нас есть много иллюзий. Вот одну из иллюзий нам, как бы, мозг вставляет нам на такую иллюзию, что мы сами приняли решение. Как показывает практика, ничего не делает зря. Это немного старт. Да, да, да. Это тратер энергии. Зачем? Было отлично. Так бы и работали, жили бы в темную. Вот. А почему даже не только мы в темную не живем, даже и в умной в темную не живем. Да, все правильно. Нет, Влад. Я бы мог уже десять раз поворчать против этой теории. Понятно, что я ее отстаиваю, я просто рассказываю. Вот. Комментарий. Есть несколько вариантов. Один из вариантов, который мне нравится, и к которому я недавно пришел, подойти с точки зрения каузальности. Значит, вот у нас есть некая картинка, да. И, вообще, это задачка на причинность, на причинно-следственные связи. То есть, прежде всего, да. И, если, как мы должны, допустим, у нас есть два события. Когда мы одно событие назовем причиной другого. То есть, нам можно много на эту тему рассуждать, но, скорее всего, все удовлетворяются таким, что, если какое-то событие является необходимым, именно необходимым условием другого события, это и причина. То есть, здесь я напираю именно слово «необходимость». Там можно много нюансов еще вылавливать, но, в данном случае, нам достаточно так. То есть, предшествование во времени недостаточно. Именно необходимая причина. То есть, если мы берем вот это событие и вот это событие, эти два события, здесь однозначно, что это является причиной этого. Потому что, вот у нас есть потенциал готовности, и сколько праздку не проводили. И, то есть, если, скажем так, если возник потенциал... А, кстати, отвлекусь на секундочку. У Либетта оставлял себе лазейку. Он всегда говорил, что вот, вот тут же есть же вот это вот расстояние, что мы всегда можем отменить. Вот в этот момент наша свобода воли вот здесь заключена. Но это настолько маленький промежуток времени, что в него влезть, то есть, это экспериментально невозможно подтвердить. Но он об этом говорил. Так, возвращаюсь, значит. У нас есть два события. Одно событие нейронное. Второе событие физиологическое движение, ну, действие какое-то, да. Мы здесь можем однозначно сказать, что это является необходимой причиной вот этого события. И всегда, когда вот это событие начинается, вот оно завершается движением потенциал готовности. Значит, дальше мы спрашиваем, а что является причиной вот этого события? Ну, резонно, значит, по нашим мировоззрению, материалистическому, да и здравомысленному мировоззрению, мы должны сказать, что мы должны искать где-то позади эту причину. И относение к нашему детству еще до большого взрыва. То есть традиционно вот эту цепочку. Но, спрашивается, у нас же столько испытуемых, все разные и все в разное время называют, мы вот среди этой необходимой причины никогда не найдем. значит, но, мы спрашиваем, а что у этих людей есть единое? У всех, которые проходили этот эксперимент? Единое у них то, что они все были готовы нажать эту кнопку и дернуть рукой. Они приняли решение. Не то, что им сказал экспериментатор, вы нажмете. Я скажу, я сказал, да-да-да, я нажму, буду сидеть и не подумаю. Но если я решил, что я нажму эту кнопку, если я решил, что я подниму руку, это с необходимостью произойдет по условиям этого опыта. Если я вдруг перерешу, и скажу, не буду решать, не произойдет. То есть само решение, решение нажать эту кнопку или поднимусь рукой является не решением. Решение, вот, принять вот это действие. То есть если я в будущем планирую некоторое действие, действие-результат, то, что мы еще обсуждали, когда футбол смотрели, то есть действие-результат, и то, что исследовалось давно уже теорией функциональных систем Анохина, и сейчас Александр занимается, что если в организме сформирован, в психике сформирован событий-результат в будущем, то он детерминирует все, что происходит между принятием решения и совершением результата. То есть вот это вот событие-результат у всех есть, и оно необходимо подразумевать совершение этого. То есть вот этот момент, этот момент, это всего лишь именно как бы тоже результат. То есть, скажем так, когда запускается вот этот порог, этот потенциал готовности, он опускает два действия. Вот это действие и вот это. Два события. Отсюда запускаются два события. Вот. Чтобы зафиксировал в памяти в сознании принятый результат, и чтобы оно само свершилось. При этом принятую зафиксированность в памяти поближе. Потому что нам вот для того, чтобы на завтра правильно функционировать, или там через час правильно функционировать, нам не нужно в сознании вот знать, за сколько мы приняли решение. Нам нужно знать, что мы приняли, и это свершилось. Это вот единственное, что нам нужно в сознании. И сознание нам это дает. В сознании нам рисуется точка, привязанная к действию, но необходимым является принятие решения. И поэтому, действительно, опыт любителей вообще не говорит о свободе. А вот это, например, свободно. Это свободно. Мы приняли решение. Поэтому здесь ошибка именно в том, что... Мы приняли решение участвовать в эксперименте. Когда-нибудь там нажимаем. Мы не даже приняли в эксперименте, а именно сели и приняли решение, что нажмем. Ну, да, принятие эксперимента. Заранее. Мы готовы уже к этому. Да. Если я просто сяду и буду сидеть, ну, если, может, рука случайно дернется... Кстати, когда рука... А, ну да. Вот. Поэтому принятие решения — это, если блядь, это необходимое событие для того, чтобы свершилось. Вот. Здесь есть еще... Значит, теперь интерпретация уже... Можно? Есть принятие решения в смысле какой-то абстрактного намерения, и есть конкретное принятие решения в какой-то момент времени. Да. Это, кстати... А вы чувствуете этого намерения? Это, значит, Альфред Мелле, или Мелле, вот не знаю, не посмотрел. Он, значит, как раз и обратил внимание на этот момент, что любит путы побуждения и решения. То есть, одно дело побуждения — вот это вот побуждение. Побуждение. То есть, когда я иду и что-то делаю, я приду, просто задумался, дверь открыл, у меня есть побуждение открыть дверь. У меня нет решения открыть дверь. И другое дело — решение. Я вот знаю, что у меня уже есть решение, я пойду, открою дверь. Так вот, именно... Но он не... Говорил, что разница между решением и побуждением принципиальная, вот, но он не связывал это с функциональными системами и с работой нейронов. Как же происходит у нас, скажем, на нейронном уровне? Как это мне видится? Значит, у нас есть, скажем... Ну, это... Да, скажем так. Во-первых, системы, которые формируются на нейронном уровне, они не структурные, не пространственные. Это уже доказано последними опытами, которые буквально год-два проводились, что все запоминания, все действия и все, как бы, акты в мозге, они у нас темпоральные, процессуальные. То есть нельзя зафиксировать вот здесь точку. Как мы в памяти в компьютере? Мы здесь зафиксируем нольник, здесь единицу, здесь все, некую структуру, выдаем всю информацию. Она существует только в процессуальном виде. Только в последовательности. И только когда есть некая процессуальность, это значит, что мозг работает, и там в нем фиксируется что-то. Память фиксируется, либо действие какое-то фиксируется. Оно все процессуальное. Поэтому мы должны нарисовать здесь вот кучу нейронов, которые, постепенно возбуждаясь, приводят к некому действию. Вот. И у нас есть другой уровень, скажем, у нас тоже есть куча. Да, скажем, у нас, поскольку мы принимаем решения, что-то действует в нашем сознании, то мы тоже понимаем, что это на нейронном уровне отражается. То есть есть теории, которые говорят о двух субстанциях, да, но в данном случае мы все-таки должны как-то понимать, что это привязано к нейронам. Значит, и здесь тоже какие-то нейроны как-то реагируют. И вот на нашем сознательном уровне мы на каком-то нейроне зафиксировали, на какой-то момент зафиксировалось наше решение. И это вот еще, значит, система действия, которая фиксирует наше движение руки, она темпорально меньше, естественно, чем наши сознательные решения. То есть они занимают большую процессуальность, скажем так, больше нейронов задействованы. Ну как бы, мы не можем экспериментально пока это подтвердить, но как бы, естественно, понятно, да, что то, что происходит у нас на сознательном уровне, на мышлении, на принятии решения, это во времени более протяженная некая система, параллельная система, да, чем какие-то двигательные активности. То есть вот это вот на сознательном уровне, опять привязанном вот к этому решению, это, значит, некое более процессуальное. И то, что Игорь говорил по поводу физики, а как же мы связываем, то есть как у нас одна система высшего уровня может влиять на низшую. Каким образом? А здесь стоит заметить, что вот это, это одни и те же нейроны. У нас нет отдельно нейронов, которые ответственны за двигательную активность, и нет отдельно нейронов, которые ответственны за сознание. Это одни и те же нейроны. Нейрон, который задействован в системе, скажем, условно, сознания, предпринятия решения, это те же нейроны, которые задействованы в двигательной активности. И вполне естественно, что когда мы принимаем решения вот на этих нейронах, мы запускаем эти нейроны. То есть мы управляем этими нейронами, вот как, то есть решение психофизической проблемы, ну в данном случае не психо... Да, нет, психофизической проблемы, да. Что функционирование мышления... А мы-то где находимся? Вы говорите, мы запускаем. Ну в данном случае, да, да. Можно говорить в третьем лице, что нейроны, ответственные за темпоральную систему принятия решения, это те же нейроны, которые участвуют в двигательной активности. И поэтому они... Скажем, этот нейрон, который участвовал в процессе, то есть запущен в процессе сознательного принятия решения, вот. И он же, он же выполняет действия. И поэтому он, естественно, будет запущен. Вот. Да, кстати, по поводу еще... Есть один момент. Это теория Дамасио по поводу эмоций. Что... Это как раз по поводу принятия решения тоже. Эмоциональная нагрузка... Эмоциональная как бы нагрузка предшествует каждому действию. Эмоциональные какие-то решения, они быстрее, быстрее происходят, чем сознательные. Ну, это как бы опытом подтверждено, что любое действие всегда нагружено эмоционально. Даже, вот скажем, каким-то образом движение руки. Вот. И... А сознание всегда запаздывает, медленнее действует. И вот, сознание нам нужно для того, чтобы запомнить вот эту эмоцию, связанную... Зафиксировать связь эмоций с действием. Чтобы в следующий раз, в следующий раз действовать быстрее. То есть, сознание всегда... Это не инструмент принятия решения. Это не инструмент некой деятельности. Это инструмент фиксации. Я бы сказал, инструмент предсказания. Предсказание, оно нужно... То есть, когда... То есть, вот в конкретный момент, оно инструмент фиксации. Оно не влияет. Но когда мы связали эмоцию, часть нейронной активности и с сознательным отражением, то в следующий раз, в памяти, в памяти, мы можем предсказывать. То есть, сознание... Это... Если это такое, то есть такое есть. Да. То есть, здесь есть... Я вот текст их зачитаю, чтобы... Значит, из опытов Либета и Хайнеса мы можем сделать вполне простой, если даже нетривиальный вывод. Сознание в узком смысле, не вообще психика, а сознание в узком, то, что в нем отражается, не является инстанцией принятия решения. Сознание — это самосогласованная картинка, в которую гладко вписано наше тело и окружающие его предметы. Картинка не может отдать приказ нажать кнопку. Она лишь фиксирует действие его источник. В сознании, для сознания, для памяти важно не время запуска нейронных процессов, а момент выполнения действия в привязке к тому, кто дал приказ — мы сами или кто-то другой. Более важно тут понимать, что в упомянутых экспериментах не было задействовано мышление, рассуждение, влияние которого на принятие решения — это отдельная проблема. В итоге, сознание и я — это разные. Да, сознание и я — это разные. Сознание, по-вашему, это некая функция, а я... Это не функция, это не функция. Ну, у вас она функция по запоминанию? Ну, это как бы... Тесучий труд назвать это функция. А как мышление? Мышление, функция — это ощущение. Это тоже не функция. Нет, я не считаю, что сознание — это не функция. Потому что я... Скорее бы я... Ну, не будем спорить. Это неважно, да. Просто... Когда надо понять, что такое «я», как бы, это тоже непонятно. У вас получается, что я... Ну, а давайте отдельно. Сейчас вот это не касается немножко... Просто я подозреваю, что то, что названо сознательным актом запоминания, или чего бы ни было, это не обязательно связано с сознанием, которое можно отождести все. Нет. Это обязательно связано с сознанием именно в том, что в сознании остался свет. В сознании должен остаться свет. Это значит, что, когда я... Завтра у меня спросили, нажимал ты кнопку? Я должен сказать, да, я нажимал. А в опытах, когда мы говорили под гипнозом, человеку внушают, что он не видит что-то этот предмет, он на следующий день не скажет, что этот предмет был. В сознании сохраняется все, что мы как бы сознательно действуем. Все, что в нем отражено. Да. Из этого не следует, что все как бы, все это и есть сознание. Нет, сознание... Вот есть сознание, а в нем все, что мы сознательно действуем, фиксируется. Да. Но все, что сознательно зафиксировано, не есть само сознание. Ну, это терминология. Ну, как терминология? Ну, терминология. То есть кто-то... Булат, действительно, кто-то называет... Вот кто-то называет... Это отдельный вопрос. Я неделю над ним учился и в ЖЖ, и на ФШ, и решал терминологическую проблему. Вот это и решил, что не называть это сознанием. Но это отдельный вопрос, мы поговорим, чтобы не путаться. Просто если я еще не является сознанием, тогда вообще как бы, в философском смысле, вообще непонятно... Я это не знаю. ...что это такое. Нет, но я это связано с самосознанием, с сознанием своего тела. То есть вот... Ну, важно сказать, что оно первичное яд, а первичное сознание, оно как бы принимает... Нет. ...тое решение принимает. В итоге мозг в темное решение принимает. Кстати, вот об этом, по поводу свободы воли. Здесь есть такой момент, что если мы начнем рассматривать... Скажем, проведем еще вот здесь уровень. Это будет клеточный уровень, самый низкий какой-то. Здесь вот нейронный уровень, здесь, значит, сознание. А здесь, скажем, еще мышление проведем уровень. А где эмоции у вас? Вот вопрос. Вы сказали, что еще эмоциональное состояние человека. В чем эмоции? Что поднял руку, не поднял? В каком у меня настроении, что ли? Ну, это... Извините, пожалуйста. Есть эмоции сильные, когда мы кричим, орем, плачем, смеемся. А есть эмоции слабые. Так вот, всегда любое действие как-то эмоционально предвосхищено. Это считается как бы нормой, но сейчас это не будем обсуждать. То есть, сила действия, что ли, да? Нет, не сила, не сила. То есть, что для запуска любого действия, в начале запуска всегда есть какая-то эмоциональная потребность. Изначально эволюционно, эволюционно, почему активность действия проявляет? Потому что есть некое... Я либо боюсь, либо у меня голод, либо у меня сексуальная озабоченность, и эмоциональная окраска является причиной, является как бы фоном для запуска любого действия. Вот на животных это вот так. У нас это не так явно прослеживается. Многие наши поступки, эмоциональный окрас, мотивированный просто вот безусловно. Но многие поступки, нам кажется, что они эмоционально нейтральны. Но всегда есть какие-то эмоции. Просто они подавлены ниже уровня нашего осознания. Мы не всегда осознаем. Так вот, я говорю про свободу воли. Вот на этом уровне, скажем, при передаче взаимодействия между нейронами, нет никакой свободы. Детерминизм чистый. На этом уровне тоже чистый детерминизм. То есть на каждом... На уровне сознания детерминизм? Да. На каждом. То есть когда... Вы только что говорили, что есть какой-то замысел в принципе нажать кнопку, и он предшествует... Да. Другой вопрос. А что является причиной того, что ты принял это решение? И мы найдем действительно на сознательном... Не на нейронном уровне. На сознательном уровне найдем причины, что меня попросили участвовать в этом эксперименте. То есть мы найдем... Если бы я был детерминированным, меня бы кто бы просил, не просил. Я бы все равно был детерминированным. Была. То есть всегда... Нет. Всегда. То есть есть вероятность, что даже когда мы принимаем... Вот здесь мы думали, что мы сами принимаем. Нет, не сами принимаем. Это зависит от этого события. Мы думали это событие, а от него тоже еще какие-то. То есть это же тоже как-то... Вот это событие тоже как-то мотивировано неровно. Значит, должна быть еще некая система свыше, которая является причиной этого. Детерминированность и детерминированность это разное. Давайте скажем. Детерминированность это когда я... Ну как бы... У меня есть... Впереди меня есть... Что это... Как цель, да? К чему я сговорюсь. Мы немножко понизили уровень разговора. То есть, что я хотел сказать? Я хотел сказать, что на одном уровне... Можно обсуждать, спорить, додолг. На одном уровне мы всегда будем наблюдать детерминизм и отсутствие свободы воли. Но нарушение детерминизма на этом уровне всегда связано с воздействием внешнего, высшего уровня какого-то. Вот. На том уровне тоже детерминизм. Значит, у него есть еще высшего... И когда мы говорим даже за Бога доходим, да? То есть, всегда... То есть, вот горизонтально детерминизм и причинность, каузальность всегда можно наблюдать. Но любое нарушение каузальности на каком уровне, это значит, что было воздействие на не вышестоящего уровня. Вот это я хотел идею протолкнуть. А при этом понимая, что события всегда одни во всем мире. То есть, события на всех уровнях одни и те же. У нас нет отдельно химических событий, отдельно физиологических событий, отдельно нейронных событий, отдельно сознательных событий. Мы все реализуем на одних и те же событиях. У нас есть множество событий, на которых реализуется все. И поэтому, в частных случаях, эти события горизонтально детерминированы. Но, если есть внешний уровень на этих событиях, он может влиять на события, происходящие на низшем уровне. Вот так решается проблема нисходящей причинности. То есть, если это разные сущности, разные субстанции, то как они влияют? Они одинаковые, они на них в одном и втором событии. Нейтральный монизм. Нейтральный монизм Рассела. Все реализовано на одних и тех же сущностях, на событиях. И поскольку события в верхних уровнях включены в события в нижних уровнях, то появляется возможность нисходящей причинности. Игорь в свое время говорил, мы не можем предсказать, какую место вверх или вниз линейку, которую сжимают в руках, выгнется. На самом деле, мне кажется, на этом принципе основана наша свобода воли. Она состоит... Действительно, есть детерминистические цепочки. Действительно, они у нас работают. Их просто не однако вырисуют. Их сразу много одновременно. Они конкурирующие цепочки. Суть свободы состоит в том, чтобы какую-то цепочку выбрать. Влад, вы сейчас рассказали об этом событии. Действительно, что... Кстати, в опыте Либета... Что важно? Что человеку не говорят, когда нажать, а когда возникнет. Так естественно, что некий спонтанный, то есть с нижнего уровня вполне могла флюктуация в ту или другую сторону. То есть почему возбудилась эта клетка? Именно в данный момент он сидит 3 минуты. В какой момент? Это мог спонтанно. Потому что человеку не поставили задачу. Он сидит и ждет. А она... То есть молекула какой-то стукнулась в нее. И она возбудилась. Потом появился... Но само заготовлено с вот этой системы действия, она уже была заготовлена вот этим событием. Оно уже было приготовлено. А начало было случайно. Здесь вопрос. Начало случайно. Флюктуация. А готовность... Нет, я говорил даже не про случайность. Я имею ввиду, что есть ли на всех уровнях детерминизм? Как мы можем объяснить даже существование свободы, если везде детерминизм? А потому что верхний уровень влияет на нижний уровень. То есть есть... Но верхний уровень точно также детерминизм? Да, да, да. А на него еще есть верхний. А это же бесконечный. И дело в том, что когда человек живет на одном уровне, психология пошла, он живет как машина. Он выполняет функции совершенно детерминированные. Даже ему подсовывают, что он сам принял решение. И человек ощущает себя свободным, действительно, только так и так. Он отрывается, переходит, и видит, что я живу как машина, как механизм. Это не значит, что здесь как-то механизм будет жить. То есть, когда переход с уровня на уровень, сердце ощущает свободу. Человек свободу, не ощущая, в тех женщинах Это иллюзия свободы, а не свобода. Так иллюзия всегда свобода. Свобода – это иллюзия. Мы ее иногда чувствуем, что с уровня у нас на уровень переходим. Я говорю, что свобода – это не иллюзия. В этом разницу-то? Феноменология того, как у нас устроена социальность. Как мы ведем в себя, как мы против,friendное улучшение. Она показывает, что мы мы... Да, огромное количество психологических экспериментов показывает, что мы настолько детерминированы внешней обстановкой, и наше принятие решения, что вот мы так приняли это, настолько далеко от нашего принятия решения, мы настолько запрограммированы. Это в общем случае, когда нам кажется, что у нас есть свобода воли, что мы сами, это всего лишь иллюзия сознания. Это иллюзия, потому что иначе мы не смогли коммуницировать, мы не смогли действовать. Эта иллюзия нам нужна. Очень много иллюзий, которые нам эволюционно нужны. Но с другой стороны, есть и действительно свобода. Еще раз, свобода это не предшествование. Вы сейчас говорите о той какой-то свободе, когда я полный ноль, потом раз и запустил причину. Это не так понимать свобода. Такой свободы, конечно, нет. Естественно. Потому что не существует никакого абсолютного начала. Всегда мы в середине находимся. Уже какие-то процессы запущены, какие-то причины на меня влияют, на меня кто-то давит. У вас есть выбор. Уже я нахожусь внутри некого рода целостности, которая что-то на меня давит, что-то мне предпочтительнее. Какие-то у меня уже сложились автоматические решения. Но распространство состоится в том, что в этом хаосе я могу за что-то ухватиться. Понимаете? Вот это вот ухватиться и есть наша свобода. Да. Но если у вас есть два выбора, ухватиться за это и за это, это свободно будет? Да, вот это и есть свобода. То есть много свободных цепочек. Да. И теперь давайте подумаем так, что если вы бросили монетку и ухватились за это и за это, это свобода была ваша? А что значит ухватиться? Ну вот бросили монетку, я орел делаю это, а решка это. Свобода. Это не было. Это заранее решение. Это свободное решение? Да. Мое свободное решение сделать в соответствии. Ну монетка бы вам предсказала. Это не свобода. То есть случайное решение, это не свободное. А теперь, допустим, вы осознанно принимаете одно из решений. Одноактовые вещи. Одноактовые вещи. Наверное, там можно... Ну а я только одноактовое говорю. Нет, это вы только говорите одноактовое. А я говорю, что опыт, наша социальность, наши как бы... Наш опыт... Показывает, что... Не, 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 нейрофизиологии и психологии показывает, что практически все ситуации, когда мы принимаем решение, вот якобы я осознанно, оно детерминировано и не является свободным. Ну в принципе это нормально. Я не очень понимаю, как этот опыт может это показывать. Еще раз говорю, у нас... А вы же показываете, что иллюзия. То есть огромное количество вещей мы рисуем здесь. То есть это по-вашему, я вижу стул, как бы, а вы говорите, да вы стул не видите, это иллюзия. Я говорю, да нет, вот же он стоит. Да нет, это иллюзия. Это вот на этом уровне мы сейчас разговариваем. Нет, как я... Нет, не на этом. Я же рассказывал какой-то прошлый раз эксперимент. Человеку дает заполнить анкету, он заполнил, все в порядке, ответил там, вы либерал, да я либерал, там вы консерватор, я консерватор. Посмотрели, посмотрели, и дали ему. И более, чем в статистической вероятности люди не замечали подмены. Ну, не замечали, значит, у человека плохо развито вот это все это увидеть и замечали. Вот, так большинство людей. Так это же никак не относится к свободе. Но он выбрал что-то, и потом на этом выбор настаивает. А уж ошибается он или нет, это другой разговор. Значит, выбор изначально был не свободный? Почему? Значит, не. Еще раз говорю, что... Он одинаковый, вероятность выбора то и другое. Это же не свободно. Вот простая задачка. В свое время, как бы, классическая философия показала, что никакого эксперимента, как бы, теорию подтвердить не может. Ну, в принципе. Ну, конечно. Не может подтвердить. Да. То есть, каким образом тогда мы можем подтверждать теорию? И фактически, как бы, единственное решение оказалось, что только практика. Вот вся огромная наша практика по тому, что мы придумали теории и воплотили их в жизнь, показывает, что все-таки как-то на самом деле нам удается пробиться к реальности и как-то ее вот обонимать. Ну, не к реальности, а адекватно действовать. Да, адекватно действовать. Хорошо, пускай так говорят, но это и есть понимание. Что мы все-таки можем что-то реально ухватить. Что-то все-таки ухватываем, раз мы можем адекватно вести себя. То есть, точно такая же проблема на самом деле. Можно каждый отдельный эпизод нашего действия рассматривать и критически отнести, сказать, что тут не свободно, здесь вот то было. И действительно ли так? Но, тем не менее, вся наша совокупность нашего социальной жизни показывает, что в их действии свободно. При том, при всем, что действительно, может, 90% мы живем автоматически. И, может быть, во многих ситуациях мы глупо действуем, или действуем по каким-то там терминистическим цепочкам своим, которые однажды когда-то выработали в детстве. Действительно так. Но, тем не менее, все равно у нас есть свобода. Понимаете, она может быть не такая большая. Может быть, ее совсем мало. Но она есть. Иначе бы социальность была бы невозможна. Нет. Она есть. Иначе не возможно. Я не знаю, откуда она есть. Я же не сказал, что нет свободы воли. Я сказал, что... Но у вас же бесконечность ушла цепочка? Да. Ну, а как там? Так это же вроде как бы довод, который... Так нет, она значит есть, в любом случае есть. Нет, просто вот это регресс бесконечности, это и обрежение. Нет, нет, Влад, здесь вопрос не в том, что причина с самого верха спускается. А в том, что нарушение... Вот когда вы говорите, что 90% случаев они автоматом, а где-то есть не автомат, да? Так это вот тот случай, когда есть нисходящие причины с верхнего уровня. То есть нарушение детерминизма и проявление свободы – это всегда некая нисходящая причина с верхнего уровня. Ну, кстати, даже в раках одного уровня, ведь там же не все датерминистично. Нет, нет, мы не берем, мы говорим, что когда можно... Естественно, везде есть фруктурации, да. Случайный процесс и свободный процесс надо различать. Конечно, лучше нет, правильно, я случайник говорю. То есть мы говорим просто про разное. Есть свобода, есть. И она... Она не иллюзия просто. Тут вопрос... А у вас иллюзия? Нет, 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 нет. Здесь есть... Это терминология. Скорее всего, здесь есть эти терминологии. То есть есть... Я сплю, например, и хожу, там какие-то иллюзии. Нет, нет, нет. Это иллюзия, понимаете? Свобода не иллюзия, она не такова. Значит, так, есть свобода как чистая иллюзия. Это когда мозг нам предлагает, что мы сами приняли это решение. Это в многих опытах подтверждается, да? Вот это чистая иллюзия. То есть мы считаем... То есть мы считаем... Противоставлять нас и мозг, я бы недавно спросил, что такое я. Нет, нет, нет. Булат. Противоставлять меня и мозг немного странно. Это странно. Давайте не удаваться. То есть вот есть ситуация во множестве экспериментов, что явно, скажем, есть... Вскрывают когда коробку, скрывают коробку, это, кстати, Лепец этого и начинал, что они тыкают куда-то в конкретный там, в участок, и рука, значит, дергается. И именно оттуда и пошли его эксперименты, что человек осознавал, что он сам принял решение. Осознавал. То есть он же не чувствует, там где-то у него нервных окончаний, что ему дотронулись. Мозг не чувствует ничего, ты хоть с рукой так возьми, но ничего не почувствует. Вот. Трогают. Человек говорит, да, я принял решение и поднял руку. Так вот, это принятие решения было после того, как тронули мозг. Вот это иллюзия. Это сознание нам всегда согласовывает. Либо иллюзия, когда, я рассказывал в прошлый раз, когда мы видим лесящий предмет не в том месте, где он происходит, а впереди. Это иллюзия. Или когда лесящий предмет отстакивает от стенки, то мы должны были якобы увидеть, что сначала пролетел, что он у нас впереди, а потом нам мозг перелисовывает эту картинку, чтобы отражение было нормально. Вот это иллюзия. И такое же есть иллюзия свободы. Есть вот это. Вот здесь иллюзия свободы. Вот это не иллюзия принятия решения. Вот это не... То есть за каждой иллюзией есть не иллюзия высшего уровня. Вот так скажем. А когда я говорю еще иллюзия, когда человек понимает, что он свободен, то есть есть, скажем, не как, ощущает, есть состояние, когда я думаю, что ну да, я действительно свободен, я логически расслабляю, что я могу пойти сюда, а есть состояние свободы. Я просто, я летаю, как истинно, состояние истинности, состояние свободы. Так вот состояние свободы, когда я свободен, я все. То есть ощущение свободы, иначе. Ощущение свободы. А потом в камере немножко, а потом выйти и... И оно связано именно с переходом сознания с одного уровня в другое. То есть именно ощущение такой свободы, что я свободен, оно действительно мгновенно. Оно не сохранится долго. То есть ты думаешь, что я сейчас выйду из камеры, действительно, ах, свобода. Ну и ты попадаешь в другую несвободу. Потом ты уезжаешь на курорт и говоришь, ой, я свободен. А там другая своя несвобода. То есть действительно в этих переходах ощущается свобода. Но действительно, иллюзия свободы на каждом уровне обеспечивается не иллюзией в нисходящей причинности с верхнего уровня. А копаться выше, ну когда человек садится в медитацию, он теряет детерминацию на нижних уровнях совсем. И приобретает свободу, потому что она становится, как бы, он отождествляет, там вообще нет никакого действия. Полная свобода это бездействие. Потому что любое действие детерминировано всегда. Оно может управляться в высшем уровне. Когда ты бездействуешь, ты находишься в своей свободе. Кстати, если интерпретировать эти опыты с точки зрения, как раз вот этих восточных философских учений, то там ведь они пытаются, как бы, остановить мышление. Мы здесь не затрагивали мышление. Мышление здесь отдельная история. Нужно освободить сознание от всех объектов. И прежде всего от мышления. То, что мышление, как бы, это вот некого рода такое, вот он действительно, они считают, оно дистерминистично. Оно очень дистерминистично. Да, и вот для того, чтобы овладеть собой, можно прежде всего, как бы, вот... Вот чего-чего, свободы мышления, нет уж точно, практически. Очень редко у кого-то, может похвастаться свободой мышления, у всех поток поносный, несется. Человек не может не приказать себе, что думать, ни о чем думать, ни как думать. Просто редкие, натренированные люди еще могут управлять. А вот с помощью свободы обладают только действительно просветленные специальными практиками занимающиеся, которые могут освободиться от мышления. Мышление не свободно.